с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 11 октября международный день девочек провозглашенной организации объединенных наций чтобы обратить внимание на социальные проблемы и неравенство девочек по всему миру сегодня проживает 1 миллиард молодых людей на земле включая 600 миллионов девочек подростков все они обладают огромным потенциалом по преобразованию нашего с вами будущего однако ежедневно в любом уголке мира они сталкиваются с дискриминацией и притеснениями у родившихся в этот день 1820 год павел обухов русский горный инженер ученые металлурка открывший способ получения высококачественной стали приходит в этот мир основатель крупного производства литой стали и стальных орудийных стволов в россии 1862 году через пять лет после получения им привилегии то есть патента на изобретенный способ массового производства стали высокого качества на всемирной выставке в лондоне демонстрируется пушка отлитая из его стали способны производить свыше 4000 выстрелов она была удостоена золотой медали выставки для сравнения пушечные стволы отлитые на заводах немецкого стального магната крупа с трудом выдерживали 2000 выстрелов ну а ныне уникальное орудие на хранение в санкт-петербургском музее артиллерии инженерных войск и войск связи теперь события дня 1521 год римский папа лев 10 присвоил королю англии генриху восьмому титул защитник веры за королевский памфлет направленный против мартина лютера когда же король из-за брачных проблем порвал с ватиканом уже другой папа павел третий лишил короля почетного титула но не тут то было английский парламент восстановил понравившийся королю титул и он до сих пор фигурирует в полном королевском наименовании 1550 год считается днем рождения постоянного русского войска основу которого составляли старец с элементами регулярного устройства в этот день по указу ивана четвертого который грозный московском уезде была испомещена избранная тысячи провинциальных дворян которые составили в будущем командное ядро русской армии 1919 год во время рейса выполняющегося авиакомпании хэндли пэйдж транспорт пассажиры получают возможность приобрести корзинки с ланчем стоимостью по три шиллинга за каждую это первая авиакомпания которая предлагает своим пассажирам питание на борту самолета а мы живем во времена когда питание на борту самолета постепенно исчезает по крайней мере бесплатно 1922 год декретом совнаркома вводится новая денежная единица червонец золотое содержание установлено такое же как дореволюционной 10 рублевой монете банковые билеты выпускаются купюрами в 1 2 3 5 10 и 25 червонцев и обеспечиваются не менее чем на 25 процентов драгоценными металлами неустойчивой иностранной валютой и на 75 краткосрочными векселями легко реализуемыми товарами после денежной реформы сорок седьмого года на смену золотому червонцу в двадцатом веке придут деревянные рубли 1961 год на полигоне произведен первый в ссср подземный ядерный взрыв после вступления в силу международного договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах стали проводиться только подземные взрывы с 1949 по 1989 год на том самом семипалатинском ядерном полигоне произведено не менее 468 ядерных испытаний которых было взорвано 616 ядерных и термоядерных устройств в том числе 125 атмосферных 343 испытательных ядерных взрывов под землей были проведены также десятки гидроядерных и гидродинамических испытаний но и самое главное суммарная мощность ядерных зарядов в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы сброшенной на хиросиму с 1989 ядерные испытания не проводятся 1963 год в 47 летнем возрасте умирает эдит пиаф певицу хоронит вся франция и оплакивает весь мир и и полюбили за уникальный голос который невозможно было спутать ни с чьим другим среди множества спетых ею песен наибольшую популярность приобрели гимн любви милорд я ни о чем не жалею эдит пиаф пройдя путь от пения в кабарет до сольных выступлений самых престижных залах мира занимает свою нишу на музыкальном олимпе франции и всего мира не зря и называли воробушек 1982 год уникальная операция в проливе соленг западу от порсмута была поднята многотонная часть корпуса четырехмачтового боевого парусника мэри роуз он затонул в июле 1545 корабль построены по личному распоряжению генриха восьмого стал первым английским судном спроектированным как военная мэри роуз имела впечатляющие характеристики водоизмещение 700 тонн длина около 40 метров ширина около 12 на борту помещались 200 матросов 185 солдат 30 канониров 2 лоцмана 5 трубачей 36 лук и 91 орудия корабль опрокинулся в 800 метрах от берега спаслись лишь 35 человек ну а работа по подъему заняла целых 17 лет финальную же стадию тысячи людей наблюдали в бинокле еще 60 миллионов по телевидению судно затонуло на глубине 14 метров но за четыре с половиной века было настолько занесено что водолазам пришлось под водой выкапывать его лопатами 1994 год черный вторник обвальное падение рубля по отношению к доллару за один день на московской межбанковской валютной бирже курс доллара 3081 превращается в 3926 рублей за доллар в докладе который подготовлен специальной комиссии говорится что основной причиной обвала является раскоординированность несвоевременность а порой и некомпетентность решений действий федеральных органов власти ну еще об одном событии подробно в 1783 году в этот день образована российская академия ее задачей по уставу было вычищение обогащения российского языка общее установление употребления слов оного свойственное оному витийство и стихотворения на академию возлагалась обязанность составить российскую грамматику российский словарь риторику и правила стихосложения в отличие от бывшей государственным учреждением академии наук российская академия была задумана как вольное общество ученых и писателей которые естественно субсидируются правительством ну а первым президентом российской академии стала княгиня екатерина романовна дашкова одновременно она возглавляла и академию наук первым же непременным секретарем душой академии становится иван иванович лепехин натуралист по профессии глубокий знаток русского языка и блестящий стилист в отличие от академии наук в которой преобладали иностранцы состава российской академии русский среди академиков и фанвизин и державин и другие выдающиеся представители русской литературы и науки в последующие годы академиками станут джуковский крылов пушкин в 1841 академия преобразована во второе отделение академии наук затем в отделение русского языка и словесности в девятнадцатом веке академия занималась подготовка изданием словаря церковно-славянского русского языка русской грамматики русско-французского словаря а также много занималась просветительством например принимала активное участие в организации публичных библиотек при николае первом российская академия ликвидирована как самостоятельное учреждение в 1841 году ее присоединили к императорской академии наук сделав вторым отделением русского языка и словесности императорской санкт-петербургской академии наук с вами был николай пивненко в проекте дата